Друзья, наши далекие близкие, очередная распаковка. Очень надеюсь на то, что мне все это подойдет. Давно ждала списки вот на эту блузу шелковую, потому что она как-то очень дорого стоила. И цвет мой, ну сами знаете, как и на раз цвет твой надеваешь, а он и не твой вовсе. Просто жемчужная блуза, сейчас пойду примерять. Ну а здесь уже, честно говоря, устала ждать. И взяла уже без сутки этот, как они называют его, плундер. Такой типа жвелец. Иначе смотрится он на сайте. Вы знаете, он такой плотный. Это натуральный кашемир, плотный. Пошла примерять. Друзья, наши далекие близкие, добрый день. Сегодня, по-моему, третье число. Третий января 2023 года. Вот такая у нас зима. Вот такая у нас зима. С зонтиками. Два часа. Сегодня я опять на автобусе приехала. Не захотела никого просить, чтобы меня довезли. Знаете, почему не захотела никого? Потому что меня, честно говоря, что-то все достало. Когда ты зависишь от людей, даже не совсем от чужих. Ну, вот немножко я подустала, конечно. Но, с другой стороны, видите, я не собиралась все время жить на постоянке здесь, никуда никогда не уезжая. Поэтому мне очень нравится этот городок. Боцирк этот. Весь этот регион, который вокруг Бодонского озера. Все мне нравится. В общем, вчера договорились мы еще на празднике, на Рождественском. Мы договорились с моей соседкой. Оказалось, что 2 числа января мы с ней в одно время работаем в садике. Она говорит, отлично, подходи ко мне. Но этот дом я все время показываю напротив моего окошка. Подходи ко мне, мы вместе поедем. И вместе приедем. То есть у нее как раз то же самое было время с 11 до 14.30. Я говорю, ну, отлично, поболтаем. В общем, утречком выхожу я к 11. Она уже стоит, мне мигает. Сажусь. Едем, бла-бла-бла. Ну, и она вообще уже давно сказала, говорит, мне так с тобой интересно общаться. Ну, конечно, ну, такая, извините, глухомань, да? То есть дом большой, поговорить не с кем. Выходим мы. Я говорю, мне нужен еще вратхаус, потому что у меня таблетка на вход, ну, этот чип на вход не работает в детский сад. То ли я не умею пользоваться, не знаю. В общем, я говорю, я пойду поменяю таблетку и приду. Я говорю, ты во сколько обратно? Она говорит, ой, Нина, я хотела с тобой поговорить. Мне сейчас муж такую истерику устроил. Я говорю, в смысле? Я сказала, что я тебя жду, а он сказал, что ты не должна с ней ездить. Я думаю, господи, начинается. Думаю, то ли, то они полгода не разговаривали со мной, когда я здесь появилась. Я не стала спрашивать, почему, за что, за что мне такие привилегии. Посмотрите, какая сегодня вода зеленая просто. Я говорю, как ее зовут? Бригитта, я говорю, Бригитта, ну, вообще не переживай на эту тему, потому что, если что-то не получается, я говорю, ну, вот я к тебе вышла к 11, на автобус я бы пошла за 10 минут просто ранее. И совершенно спокойно шла бы себе, снимала окрестностей. Я говорю, не переживай. Я же начинаю все время всех жалеть. Представляете, вот такой вот птиц вчера, это дрозды, по-моему, они такие вообще не боятся. Может быть, их кто-то прикармливает. И они все время вот тут ходят и чего-нибудь клюют. В общем, я говорю ей, Бригитта, я говорю, ты не переживай. Нет, так нет. Мне вообще это вот, ну, совершенно... Автобус идет ровно 2 минуты. Мне только прогуляться и домики красивые поснимать. Она говорит, ну да, ты знаешь, я бы, конечно, тебя подвезла, но мы тогда должны будем прятаться, типа, по углам, потому что если он увидит, что я тебя довезла до дома, я думаю, да что ж такое. Она говорит, да, вот мы сегодня сильно поругались. У них в страховке в машине нет застрахованных лиц, которые сидят на пассажирском сидении. Я знаю, что это такое. Я всегда в Питере страховала все пассажирские сидения и вообще на все случаи жизни. Интересно, почему они тогда меня в рождественский праздник довезли, то есть он не сказал об этом. Думаю, может, он пьяный был. Она возмутилась, знаете, на какую тему? Все-таки немцы, они нарушают законы. Нарушают и еще как. Это я знаю не понаслышке. Вот. И она сказала, что ну я же вожу на этом пассажирском сидении, то Мелани, то еще какую-то. Ну, в общем, этих девочек, с которыми мы познакомились на празднике. Не только у тебя терки с мужем, поэтому оставь это все. Я говорю, пожалуйста, прости. И в садике сколько раз она ко мне уже подступала. Мне так с тобой хорошо общаться. Извини, пожалуйста, что у меня муж такой. Я говорю, не только у тебя муж такой. Не только тебе повезло. Вот. Вот такие дела, ребята. Вышли, я думаю, боже, что мой. Вот мне чем людям заняться. То есть все у них относительно, относительно экономии. То есть они экономят на страховке. Мой муж экономит на всем. Якобы он экономит на всем. Но сейчас он африканца нанял для того, чтобы тот у нас в саду наводил уборку. Наводил порядок. Ну, в общем, все алогично. Ну, что делать? Это Германия, детка. Представляете, сегодня 8 градусов. Ребят, вчера было 17 градусов. 17. У меня голова готова была просто, наверное, расколоться. Причем у меня не болит голова. Но такая как бы тяжесть в голове. Глаза как будто бы выдавливает кто-то оттуда. Боже ж ты мой. В общем, это тот как раз самый момент, который меня всегда не устраивал в погоде в Санкт-Петербурге. Что может... Наши люди пошли. Привет! Церковь опять для африканцев собирает пожертвования. А здесь, кстати говоря, расписание служб. Вот это Оберторинген, наша церковь. Потом Баптистская церковь в Вайлингене. И в Беттенкирхе есть еще церковь. Ближайшие партнеры. Остались рождественские украшения. Не знаю, до которого дня. Потому что еще большой праздник 6 января будет День Трех Королей. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Орнунг и Сторнунг Это у них, знаете, в крови, в детском саду тоже ауфроймен Поигрались, побегали и обязательно ауфроймен Порядок за собой, чтобы всё чисто оставить Здесь ёлочки уже кто-то принёс Это на территории, которая принадлежит церкви И знаете, что я заметила? Вот сюда, здесь тоже раздельный мусор Здесь земля Там листья зелёные, ещё что-то здесь такое Но, посмотрите Две тележки Их можно брать тогда, как вам будет удобно И как тележки около магазинов Кладёте денежку Еврик один И пользуйтесь тележкой Потом приносите и опять её защёлкиваете Какая прелесть, да? Замечательный остеопат Тобиас Здесь я очень им довольна И он каждый раз спрашивает Не беспокоит ли меня что-нибудь И если меня что-то конкретное беспокоит Он конкретно над этим и работает Через 10 минут мой автобус Андреас мне уже написал Не забрать ли меня откуда-нибудь Но я уже и в кафе посидела Отвратительный был апфелькухон Никакой был Но я ему об этом сказала А вот мороженое Типа крем-брюле Просто замечательное Ну, кофе как кофе Капучино В общем, посидела, отдохнула Как раз после фанго После моей физиотерапии Хотелось просто отдохнуть И не сразу прыгать в автобус Вот тишина Такое впечатление Что в этом городе я одна Никого нет А, ну ещё Вы знаете, что Вообще, в принципе До середины января Многие до конца января Берут отпуск Единственное, что Если есть дети Конечно Вот у них 9-го числа По-моему, начинаются уже занятия Ранчик открывается Похоже Пойду сейчас на 14-й автобус Две остановки Которые рядом Сегодня не стала просить Андреаса Чтобы он меня отвёз На физиотерапию Потому что настолько тепло И решила просто прогуляться И Тобиас этот Он такой разговорчивый Всем интересуется И мне с ним интересно Он тоже Он вообще Наверное Наверное Возраста моего сына Он может чуть постарше Сегодня болтали с ним О детском саде Мне очень действительно нравится Метода воспитания детей В детском саду Все спокойные Воспитатели спокойные Дети спокойные В этом году не так сильно украшено Всё вокруг К Рождеству К новому Не знаю То ли Из-за жёсткой экономии То ли всегда здесь у них так Такой оригинальный домик Как изглушка Кстати Видите Вот 14 автобус ходит Последний В 20.08 И если ты загулял Где-то на променаде Во Фридрисхафне Как хочешь Так и добирайся